Время говорить. В студии Алена Куколева. Здравствуйте. И в начале коротко о главном. Выборы депутатов облдума 6-го созыва состоялись. Сейчас утверждаются партийные списки. К строгому режиму добавили и строгий штраф. На неделе осудили бывшего начальника Рязанской наркополиции Игоря Туровского. Службе верны. Сотрудники регионального управления в СИН России обрели новое знамя. Творческий конкурс. На неделе завершился фестиваль кукольного искусства «Рязанские смотрины». Ну а теперь об этих и других темах расскажем более подробно. Главной темой недели стало подведение результатов выборов депутатов Рязанской областной думы 6-го созыва. Изначально список парламентарьев по единому избирательному округу был представлен следующим образом. Единую Россию в областном парламенте представляют 14 человек. От партии КПРФ два депутата. Партия ЛДПР и Справедливая Россия получили по одному месту в облдуме каждая. Но список не окончательный. Некоторые депутаты на этой неделе отказались от своих мандатов в пользу однопартийцев. Конкретно по фамилии. У Единой России таких отказов три. Ковалев Олег Иванович отказался от получения мандата и, соответственно, он передан Самарскому, который является номер один во внутрирегиональной группе номер 11. Отказался Еремеев из Единой России. Его мандат передан Просянникову. Это номер второй во внутрирегиональной группе номер пять. И отказался Красов из Единой России, мандат которого передан Сережиной. Ее номер два во внутрирегиональной группе номер 18. Что касается партии КПРФ. Здесь отказался Федоткин от мандата. И мандат достается Гнузкиной. Она имеет номер три в общей региональной части списка КПРФ. Справедливая Россия. Здесь мы получили отказ Миронова. И этот мандат достается Купкову. Номер два в общей региональной части списка. ЛДПР партия. Значит, Жириновский также прислал и заявление, и телеграмму о том, что она отказывается от мандата. И мандат достается Шириной Александру Николаевичу. Он номер два в общей региональной части списка. Выборы в Рязанскую областную думу состоялись 13 сентября и прошли они с минимальным количеством нарушений и без происшествий. Несмотря на то, что изначально участвовало в выборах 10 политических партий и объединений, к моменту дня голосования, то есть 13 сентября, дошло всего лишь 8. По решению суда были сняты партия Возрождения России и партия Родина. Напомним, что партию Возрождения России сняли с выборов в Рязанскую областную думу из-за сокрытия данных о судимостях кандидатов. В результате количество региональных групп в списке стало недостаточным для участия в выборах и его не зарегистрировали. О партии Родина суд отказал из-за допущенных ошибок в документах при подаче их работникам обл. избиркома. В воскресенье 13 сентября для выборов депутатов Рязанской областной думы 6 созыва на территории региона открылись 1025 избирательных участков. На одном из них оборудованном в 7-й городской школе проголосовал и губернатор Олег Ковалев. Надо сказать, что несмотря на продолжение сбора урожая на дачах, явка избирателей была весьма высока. В итоге она составила почти 37,5%. Это означает, что на выборы депутатов Рязанской обл. думы пришли более 350 тысяч жителей региона. За кого проголосовались, не секрет? Не секрет. ЛДПР. Это Единая Россия. Почему? Ну, я всегда за них голосую. Я езжу яблоко. Почему? Не знаю. Коммунисты, да, да, вот я за их и хотела. Не секрет, за Единую. Почему? Ну, потому что пока в покое порядок у нас есть. Утром в понедельник в здании Рязанской областной избирательной комиссии огласили итоги результатов выборов депутатов обл. думы 6-го созыва. Результаты выборов в Рязанскую областную думу предварительно таковы. 5-процентный барьер преодолели 4 политические партии. Все это партии парламентские. Единая Россия набирает 62,73% голосов, КПРФ 12,97%, Справедливая Россия 8,6% и ЛДПР 8,21%. Работники обл. избиркома отмечают, что в целом единый день голосования прошел спокойно, без серьезных нарушений. Стоит сказать, что 13 сентября рязанские полицейские перешли на усиленный режим несения службы. И на выборах нарушение общественного порядка не допущено. Так сообщают правоохранители. Как известно, в Рязанскую областную думу попали кандидаты от четырех партий. Почему другим политическим объединениям не удалось попасть в региональный парламент, мы спросили у рязанского политолога Александра Семенова. На мой взгляд, проблема даже не только не парламентских партий, но и в том числе парламентская оппозиция. Их такой относительно низкий результат. Он в первую очередь связан с тем, что, я так условно называю, это кризис идеи людей. Во-первых, они не смогли предложить избирателям электорально привлекательных людей, электорально привлекательных кандидатов. У парламентских партий это в основном все были уже старые кандидаты, которых мы от выборов к выборам видим. А во-вторых, они не смогли дать каких-то уникальных, позитивных предложений по решению актуальных проблем избирателей. В редакцию телекомпании обратились жители областного центра, которые стали обманутыми туристами. По их словам, они купили путевки для поездки в Турцию в фирме Ростур. Однако добраться до места отдыха у людей не получилось. Уже в аэропорту они совершенно неожиданно узнали, что их рейс не оплачен. Сейчас пострадавшие клиенты Ростура пытаются вернуть свои деньги. Ожидание отпуска, несомненно, греет душу каждому. Приятная суета с покупками и подготовкой к отдыху, приобретение путевок в турагентстве – в общем настоящий ритуал. И вроде бы все складывается наилучшим образом. И вот во время регистрации в московском аэропорту вам сообщают – путевки ваши липовые, ни билеты, ни номера в отеле у вас не оплачены. Именно в такую ситуацию и попали клиенты туристического агентства Ростур. Вчера приехал в аэропорт Домодедово с документами, которые нам были выданы. Мы не смогли зарегистрироваться на рейс. Нам сказали, что мы в документах, билетах и в отелях не значимся. Соответственно, мы сели на автобус и вернулись назад. Приехав сюда половину седьмого вечера, они должны были работать, мы подошли к закрытой двери. Телефонные звонки о задаченных клиентов остаются без ответа. Двери офиса заперты, стационарные телефоны разрываются, их слышно из коридора. Обратились в милицию, там есть наше заявление. Нам сказали, что это не первый случай. И вот сейчас, пока мы ждали, чтобы кто-то подошел из Ростура, подошли еще две женщины, которые тоже так же вчера не смогли улететь. Звонков, наверное, 10 делали, они на телефон не отвечают. То есть непосредственно хозяйка этого Ростура с нами никак не контактит, никак не связывается. Сотрудники тоже не берут? Нет, никто не берут. Сегодня с утра звонили. Агентство само закрыто. Чтобы приобрести путевку, мы брали кредит, чтобы поехать с ребенком отдохнуть. Для Алифтины Иорданской ее семьи путевки встали в стоимость 22 тысячи рублей за каждого. Они планировали отправиться в Турцию всемиром, чтобы отпраздновать там день рождения женщины. Ради поездки оформили отпуск за свой счет и взяли кредит, необходимую сумму. И тут такой поворот. Я бы советовал обратиться в налоговую службу с целью получения выписки за реестра индивидуальных предпринимателей, в котором будет указано, по какому фактически адресу зарегистрированы данные организации, которая собирала деньги за неоказанные туристические услуги. В дальнейшем готовятся письменные претензии и отправляются по данному адресу заказными письмами с уведомлением о вручении. Подобная форма для чего? Офис закрыт, как ты предъявишь требования? Это понятно. Если в течение 10 дней ваши требования не удовлетворены, в дальнейшем вы вправе обращаться в суд за судебной защитой. Хочу сказать, что по данной категории дел срок исковой давности составляет 3 года. Кстати, отзывы о компании Ростур в интернете весьма и весьма негативные. Судя по ним, на горе турагентство уже не раз подавали в суд. Да и название компании госпожа Пупкова, директора организации, с прошлого года уже успела поменять. При этом ИП Пупкова с 2005 года уже было снято с учета налоговой службы. Так что впереди обманутых туристов ждут только судебные разбирательства и тысячи потерянных нервных клеток. Терпение вам, господа, и еще раз терпение. И в продолжении туристической темы. Начиная с понедельника, получить шенгенскую визу стало значительно сложнее. Вступили в силу новые правила подачи документов. Теперь тем людям, которые хотят посетить страны Европы, придется задавать отпечатки пальцев в визовых центрах, расположенных в столице. Как это нововведение отразится на турпотоке, выясняла Наталья Новикова. С 14 сентября 2015 года в России начали действовать новые правила для получения шенгенской визы. Все страны шенгенского соглашения вводят единую визовую информационную систему, которая позволит им систематизировать данные все по визам, улучшить, наверное, качество обслуживания, упростить порядок выдачи виз для них, по крайней мере, и предотвратить поток нелегальных виз, дабы не попадали в страны шенгенского соглашения люди, которым было до этого отказано. Теперь для получения шенгенской визы россияне старше 12 лет должны сдавать отпечатки пальцев. А те, у кого загранпаспорт старого образца, еще и делают специальные фотографии, показывающие сетчатку глаз. И главное, чтобы проделать все эти манипуляции, необходимо в обязательном порядке лично являться в визовые центры. Обновлять свой банк биоданных придется раз в пять лет, независимо от того, закончилась виза или нет. Все туристы теперь будут предварительно, перед подачей документов на визу, будут записаны в эти визовые центры, дабы пройти эту процедуру. Она будет занимать всего лишь 5-7 минут, на нее нужно будет записаться, и необходимо будет присутствовать либо всей семье, либо всей группе участников, которые путешествуют по данному туру. Как скажется, введение биометрики на сроки выдачи визы предсказать сейчас не может никто. Возникает масса вопросов, ответов на которые нет. А отсюда и прогнозы неблагоприятные для европейских турструктур. На мой взгляд, конечно же, это утяжелит работу туристических фирм, уменьшит туристический поток в страны Шенгенского соглашения, потому что не каждый турист потенциально захочет совершить некоторый вояж в Москву. Несмотря на то, что мы в Рязани находимся на расстоянии 180 километров, есть города, которые по удалению уже на 500, 600 и 700 километров и более. Как будут действовать в данном случае жители тех городов, пока нам не ясно. Напомним, что Шенгенская зона включает в себя 25 стран Европы и напоминает некое государство, которое было создано для международного туризма с пограничным контролем при въезде и выезде из зоны, но без пограничного контроля внутри нее. В субботу, 19 сентября, в Рязани перекроют движение на Соборной площади. Это произойдет из-за церемонии передачи знамени региональному управлению службы наказаний. Знамя ФСИН России было учреждено в январе 2011 года. С этого времени знамя передается в региональное управление службы исполнения наказаний. В четверг его торжественно представили личному составу Рязанского управления. С момента своего образования Федеральная служба исполнения наказаний имеет особую роль в защите интересов граждан нашей страны, общества и государства. Своё знамя ФСИН России обрела 13 января 2011 года, а спустя 4 года в Рязанском дворце молодежи состоялась церемония прибивки знамени к древку. Товарищ полковник, участники торжественной церемонии прибитки полотнича знамени управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области к древку готовы. Этот день занял особое место в истории нашего региона. Вручение знамени является ответственным шагом на пути к повышению авторитета и престижа трудоличного состава УИС Рязанской области. Знамя – символ беззаветного служения Родине, напоминание каждому сотруднику ФСИН о его священном долге, оберегать мир и покой наших граждан, способствовать тому, чтобы все люди чтили и уважали закон. Ежегодно налоговые органы Рязанской области проводят масштабную информационную кампанию по информированию налогоплательщиков. В этом году Дни открытых дверей в налоговых службах пройдут выходные – 18 и 19 сентября. День открытых дверей – это всероссийская акция от налоговой службы. 18 и 19 сентября граждане могут получить от сотрудников регионального управления консультации по вопросам имущественных налогов, а также выяснить сроки оплаты налога на имущество физических лиц, транспортного налога и земельного налога. Специалисты налоговых органов в ходе Дня открытых дверей подробно расскажут о том, кто и в какие сроки обязаны уплачивать имущественные налоги, какие существуют ставки и льготы по налогам в разрезе конкретных муниципальных образований Рязанской области и ответят на другие актуальные вопросы налогоплательщиков. Все желающие смогут получить квалифицированную помощь в заполнении заявления на получение налоговой льготы и заявления от равного корешка к налоговому уведомлению и тут же подать их в налоговую инспекцию. Также рязанские налоговики напоминают, что в нынешнем году горожане должны уплатить начисленные налоги до 1 октября. На этой неделе в Октябрьском районном суде состоялось оглашение приговора бывшему начальнику Рязанской наркополиции Игорю Туровскому. Экс-глава регионального ведомства был арестован еще в октябре прошлого года. А в историю же генерал Туровский, которого суд, кстати, разжаловал в рядовые, войдет благодаря рекордному для силовиков штрафу в 420 миллионов рублей, который ему назначили помимо срока. В среду, 17 сентября, Октябрьский райсуд Рязани приговорил генерал-майора Игоря Туровского, занимавшего должность начальника регионального УФСКН к 8,5 годам заключения и рекордному штрафу в 420 миллионов рублей. Суд признал его виновным в получении взятки. Октябрьский районный суд города Рязани признал гражданина Туровского виновным по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначил наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 420 миллионов рублей в доход государства. Также суд лишил подсудимого права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных или муниципальных учреждениях сроком на 3 года. Бывшего начальника Рязанского наркоконтроля признали виновным в получении взятки в 6 миллионов рублей. Суд посчитал доказанным, что Туровский получил взятку за то, что пообещал прекратить уголовное преследование бизнесмена Алексея Рощупкина, попавшегося на продажу наркотиков, и снял арест с его счетов. Алексей Рощупкин действительно вышел из СИЗО и потом стал основным свидетелем обвинения уже по делу генерала ФСКН Туровского. Суд лишил осужденного медалей, а также оставил его без звания генерал-майора полиции. Размер штрафа стал рекордным для осужденных силовиков. В свою очередь, защита Туровского называла приговор незаконным и необоснованным, и пообещала обжаловать решение суда. Ну, то, что произошло вчера, не имеет, на мой взгляд, аналога, безобразие, это мне просто не то, что стыдно, и мне непонятно решение суда вот этого. Решили у него всего, чего только можно. И кроме непонятного совершенно вот этого вот безобразного срока, еще и приговорили, что 420 миллионов рублей. Вообще, кто-нибудь соображал, что это за деньги? В крайней позиции, приема незаконным и необоснованным, предмет отмене. Также защита осужденного Игоря Туровского признала, столь крупной суммы у него никогда не было и не будет. Сотрудники госавтоинспекции сообщают об авариях, произошедших на этой неделе. О них подробнее расскажет Оксана Тебенихина. Вечером 14 сентября на северной окружной дороге произошла авария со смертельным исходом. 39-летняя жительница Рязани за рулем ВАЗ 9 модели выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с внедорожником «Мерседес» под управлением 50-летнего рязанца. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель ВАЗ-21093 от полученных травм скончался на месте. Пассажир иномарки с травмой различной степени доставлялся в больницу города Рязани. Утром во вторник на 184-м километре автодороги Москва-Челябинск произошла еще одна страшная авария. Водитель грузового автомобиля «Скания», двигаясь в сторону столицы, совершил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход скончался на месте. Обстоятельства происшествия в настоящий момент уточняются. Дорожные полицейские тем временем продолжают объяснять юным пешеходам правила безопасного поведения на улицах города. Не секрет, что после летних каникул ребята настроены прежде всего на школьную учебу, и потому зачастую забывают элементарные правила перехода через дороги. Юных учеников 16-й школы, что в горроще, дорожные полицейские учили правильно переходить через дорогу. Перед тем, как отправиться к близлежащей от учебного заведения улицы Держинского, ребятам подробно объяснили простые, но в то же время эффективные правила безопасности. Ну а чтобы школьники лучше восприняли правила поведения на дороге, к полицейским присоединилась настоящая зебра. И такой дружной компанией все вместе отправились к пешеходному переходу. Водители, разумеется, вежливо пропускали такую группу пеших горожан. К сожалению, в сентябре месяце у нас статистика достаточно жестокая, и дети после того, как отвыкли за летний период от городской суеты, очень часто попадают под колеса транспортных средств. Вот для того, чтобы такие случаи у нас были как можно реже, мы проводим подобные занятия в общеобразовательных учреждениях города. После такого наглядного обучения ребята еще долго не отпускали зебру, и даже запечатлелись с ней на общей фотографии ступенек родной 16-й школы. К другим новостям. Социальный проект регионального Минздрава «Поезд здоровья» завершился. Все лето оборудованные спецтехникой автомобили курсировали по области. Врачи, невропатологи, хирурги, терапевты, кардиологи, окулисты оказывали медицинскую помощь всем нуждающимся. За это время медики социального автопоезда осмотрели более 8 тысяч рязанцев. В этом году в целях повышения доступности оказания медицинской помощи населению региона были организованы выезды социального автопоезда «Забота и здоровье» во все районы Рязани и области вперед с 3 июня по 10 сентября. Всего в программе приняли участие 12 медицинских организаций. Были врачи по 24 специальностям. Были детские неврологи, окулисты, эндокринологи, врачи УЗИ, пульмонологи. То есть практически многопрофильная больница приехала, скажем так, в районный центр. В целях соблюдения безопасности дорожного движения силами сотрудников ГИБДД было организовано сопровождение автопоезда. При организации его работы максимальное содействие оказывалось и администрацией районов. Осуществлялся подвоз пациентов из отдаленных населенных пунктов. Создавались максимально комфортные условия для работы специалистов автопоезда и проведения осмотра пациентов. Помимо врачей там были задействованы тяжелые техники. Это были маммографы передвижные, флюорографы, стоматологическая установка. Плюс еще, скажем так, впервые в этом году в автопоезде приняли участие работники социальной защиты, пенсионного фонда, которые также консультировали население по тем вопросам, к которым они обращались. Всего за этот период было осмотрено 8 075 человек. Из них 1414 детей. Проведено 20 577 консультаций. Из них более 3000 консультаций детям. По результатам обследования направлено на госпитализацию 374 пациента. Медицинскими организациями проводится работа по дальнейшему обследованию и лечению пациентов, осмотренных в ходе работы автопоезда. И о новостях культуры. В среду 16 сентября в Театре кукол состоялось закрытие фестиваля «Рязанские смотрины». Надо отметить, что свободных мест на протяжении всего фестиваля не было вообще ни на одном из показанных спектаклей. Часть зрителей, конечно, составили режиссеры и актеры других театров. Ведь людям искусства всегда интересен обмен творческими находками. Вперед с 12 по 16 сентября в нашем городе проходил 15-й международный фестиваль Театра кукол «Рязанские смотрины». Это один из самых престижных и ярких театральных фестивалей, который традиционно проходит на Рязанской земле раз в два года. Огромное вам спасибо от всех нас, от рязанцев, от тех, кто были в этих полных залах, залах счастливых. Залах счастливых благодаря вам. Вообще прошло 14 фестивалей до этого праздника, и мы считали, что на наших фестивалях было уже все, ничего подобного. Вы так раздвинули границы жанра, что вообще уводите нас в бесконечность. Сегодня состоялась официальная церемония закрытия «Сматрин». Российские и зарубежные артисты подводят итоги фестиваля. Они поделились впечатлениями о зрителе и о городе, рассказали о том, что нового им удалось узнать и, возможно, почерпнуть для себя. И, конечно, получили памятные награды. Даже во время церемонии закрытия артисты не удержались и устроили настоящее шоу. «Смотрина» Всего 15 театров приняли участие в 15-х по счёту «Рязанских сматринах». Это, по мнению организаторов, символично. Программа прошедшего в фестивале отличалась разнообразием тем, жанров, форм и приемов. При отборе участников решающие значения имели художественная значимость и оригинальность постановок, высокий профессиональный уровень коллективов. Смотрины вновь вернутся в Рязань уже в 2017 году. И верные зрители с нетерпением будут ждать новых участников. И о спорте. В понедельник горожане массово откликнулись на призыв подтянуться на турнике. На спортплощадки областного центра пришли 14 сентября почти 4000 человек. В Рязани Международный день подтягиваний прошел на нескольких площадках. Их обустроили во всех районах областного центра. Подтянуться на турники пришли прежде всего юные и молодые горожане. Школьники и студенты собрались на одной из самых больших площадок для воркаута возле бассейна «Чайка». Надо сказать, что первые уличные соревнования по подтягиваниям состоялись в 2011 году. Тогда на акцию собрались около 3000 человек. Однако довольно быстро спортивное движение вышло на международный и даже официальный уровень. Так, 14 сентября прошлого года спортивные площадки были обустроены уже в 53 странах мира. Рязанцы не подвели. По итогам Всемирного дня подтягиваний на спортплощадки пришли 3838 человек. И они подтянулись 49 706 раз. Таким образом, средний результат каждого рязанца составил 13 подтягиваний. Теперь эти результаты будут направлены в Москву и пойдут в общую копилку подтягиваний нашей страны. Это все, что мы хотели вам рассказать. Хороших вам выходных. До свидания. Уважаемые жители города! Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова